Добрый вечер, дамы и господа. Реальное время на Финам-ФМ. Меня зовут Юрий Пранько. И сегодня у нас будет сложная тема. Будем говорить о реформе правоохранительной системы в нашей стране. Вот с 1 января полиция. Татьяна Николаевна, с 1 января мы перешли на полицию? Нет, у нас вступила в силу с 1 марта закон о полиции. А, вот так, да? Это Татьяна Мускалькова, депутат Государственной Думы России, генерал-майор милиции. Добрый вечер. И президент рекрутингового портала superjob.ru Алексей Захаров. Ксения Николаевич, добрый вечер. Будем говорить еще и о трудоустройстве. То есть с 1 марта все это вступило в силу. И вот на сегодняшний день есть какие-то результаты, по вашему мнению? Ну да, конечно. Сегодня идет полным ходом работа по переаттестации. 179 382 штатных должности сокращено. При этом предварительно создавались вакантные должности. Они удерживались специально для того, чтобы как можно меньшее количество сокращалось по-живому. 75 212 вакантных должностей сокращено. Но по-живому должности, занятые сотрудником, сокращены в размере 104 170 человек. Но не все из них ушли из органов внутренних дел. Это очень хорошо. Часть из них перемещены на другие должности в органах внутренних дел, в том числе на должности федеральных гражданских служащих. Но и уволенные из органов внутренних дел по различным основаниям тоже достаточно большая цифра. 28 250 человек. Из них 67% это по сокращению штатов. 35% от общего количества уволены по всем основаниям. И вот из этого количества большая часть уволенных вообще из органов внутренних дел трудоустроены в охранной организации, в организации местного самоуправления на различные должности, в том числе связанные с протокольными, организационными вопросами. И на должности вольно-наемных сотрудников в органах же внутренних дел порядка 26%. 12% перешли на работу в другие правоохранительные органы, где есть военная правоохранительная служба. Надо понять, так все-таки сколько покинуло людей правоохранительную систему? Живьем. Это мне напоминает, знаете, ситуацию. У нас чиновники сокращаются, объявляется компания о сокращении, а их, скажем, разом все больше становится. И зданий им не хватает. Это вот такая же ситуация? Нет, это ситуация абсолютно противоположная. Действительно трудно работать с цифрами. Но я хочу еще раз повторить, что на сегодняшний день 104 170 сотрудников органов внутренних дел были подвергнуты оргштатным мероприятиям, то есть уволены из органов внутренних дел. Это не значит, что они все ушли по негативным основаниям. Моя большая часть — это те, кто достигли возраста, это люди, которые по медицинским показаниям не могут продолжать службу в органах внутренних дел. Но 22% от общего числа сотрудников органов внутренних дел будут сокращены. 22%. А общая численность какая у нас сейчас? Дело в том, что общая численность, она варьирует, поскольку у нас из двух бюджетов формировалась милиция. Из бюджета федерального, это устойчивая цифра, и из бюджетов субъектов федерации, ну это приблизительно миллион двести. Миллион двести, да? Всего, которые финансировались из всех источников. И из того, и из другого источника бюджета. Я напомню нашим слушателям и средства координат, по которым вы можете на нас выходить. Средства коммуникации 651099, 6, код москвы 495, 3w.finam.fm, это наш сайт в интернете. Конечно, могут меня сейчас обвинить в том, что за этот короткий промежуток времени не стоит подводить предварительные итоги. Но все-таки я вас хочу спросить, да, вот сейчас вы живете уже, я живу, как и вы, да, с полицией. Вот вы заметили разницу между милицией и полицией, да? Вот я тоже противник, я сразу предупреждаю тех, кто сейчас начнет хаять. Я против оголтелой критики правоохранительной системы. Я вас, Юра, полностью поддерживаю. Потому что, нет, у меня есть вопросы, у меня есть претензии. Вопросы есть у всех, но вы объективно пытаетесь дать оценку в целом системе. У меня есть люди, которые занимают разные позиции в системе МВД, есть высшие чины, и мне, это мужики уже, конечно, даже не ребята, это мужики, они мне говорят. Нам тоже обидно, что есть в этой системе козлы. Мы не знаем, как их извести, но мы их изведем. И нам, женщинам, тоже обидно, что среди них есть козлы. Да, которые говорят о том, что ребята погибают, выполняя свой служебный долг, да? Но, при этом, я все-таки хочу понять, у нас программа без купюры, без цензуры, то есть, если вы готовы высказать разумную мысль, есть ли разница между милицией, полицией, почувствовали вы эту реформу, я не знаю, там, сотрудники госавтоинспекции стали культурные, взятки не берут. Ну вот, что очевидно, что вы ощущаете на себе? Алексей, я получил накануне такое исследование, которое ваша служба провела, ваш портал. Готовы ли вы принять на работу бывших сотрудников органов МВД охраны правопорядка? Да, 45% сказали да, 33% сказали нет и 22% затруднились с ответом. Вот как вы характеризуете эти данные? Для сравнения приведу, когда-то полтора или два года назад, точно не помню, Сбербанк объявил о массовых сокращениях. И мы среди банкиров провели подобный же опрос. Значит, 40% банкиров заявили, что они не готовы брать на работу бывших сотрудников Сбербанка. Так. 14, точнее как, 40% заявили, что готовы. Угу. 14% что не готовы. А, 40% готовы. 14% не готовы. 14% не готовы. Остальные затруднились с ответом. Значит, вот у нас разница между МВД и Сбербанком получается как разница между 32% и 14%. Очень удачное сравнение, на мой взгляд, очень удачное сравнение, которое говорит о том, что школа органов внутренних дел ценится в обществе. Ну, тут достаточно тонко, да. Значит, с одной стороны, 40%, даже большее количество компаний в целом, чем количество банков, готовы брать на работу бывших сотрудников МВД. Но также значительно большее количество компаний не готовы брать на работу бывших сотрудников МВД. Все-таки очень тяжелый бренд работодателя. Пополам? Да. Ну, практически. Фактически, да? Все-таки больше готовы. Не, ну подождите, больше готовы, 45%, да, по вашим данным? Да. Но все-таки значительное количество говорит о том, что они не готовы, в принципе, рассматривать таких кандидатов. А вы мотивационные моменты вот спрашиваете у тех, кто опрашивает? Да, там есть комментарии, почему я говорю, что тяжелый бренд работодателя, потому что, ну, мы прекрасно знаем, что репутация органов внутренних дел, в общем, очень неоднозначная, мягко выражаясь. Да, и в связи с этим вот и работодатели по-разному относятся. При этом крупные компании им, как правило, все равно, потому что работает большое количество людей, а вот небольшие компании, они, как правило, делятся 50 на 50. Потому что, если, скажем, директор небольшой компании имеет среди своих знакомых ментов, мужиков, вашим языком выражаясь, да, то, в общем, он понимает, что это нормальные люди, да, и более того, очень часто ответственные, которым можно доверить, серьезное дело какое-то, да, дисциплинированное и так далее. Люди, которые не имеют среди своих личных знакомых таких милиционеров, да, или полицейских, которым можно было бы доверять, но имеют отрицательный опыт взаимодействия с милицией, ориентируются на то, что видят средства массовой информации, как правило, очень отрицательно относятся к бывшим, да и к действующим сотрудникам милиции. Дмитрий Николаевич, как вы считаете, почему вот в обществе сложилось, ведь не беспочвенно, да, такое вот, ну, двойственное отношение? С одной стороны, вроде хорошо, что 45% потенциальных работодателей готовы, да, брать бывших сотрудников правоохранительной системы, а тем не менее, вот в обществе есть, как бы это помягче, настороженность, да. При этом я прекрасно понимаю, что масса людей, да, побежит именно в милицию, в полицию, да, простите. Если вдруг, не дай бог, что-то с ними случится, ну, потому что другого-то органа нет, и куда мы бежим, там, пишем заявление и так далее. Вот сегодня одного блогера, там, у него конфликт на дороге произошел, он после этого конфликта туда поехал, в полицию, конечно, поехал, да, чтобы они разбирались, там, и так далее. Но вот я хочу понять, вот человек, который проработал в этой системе, да, и далеко не ушел из этой системы. Работаю в этой системе, да. Почему, вот в чем проблема, где вот это, вот я боюсь даже подобрать такое слово, да, правильно, где это гниль, вот которую надо выкорщивать, и тогда, может быть, в обществе действительно изменится отношение к нынешней уже полиции. Ну, давайте все-таки разделим ваш вопрос на две части. Вы в первой части задали вопрос, почему у ряда организаций настороженное отношение к бывшим сотрудникам органов внутренних дел. Я думаю, что у многих организаций, связанных с коммерческой деятельностью, это настороженность проникновения в их среду сотрудников органов внутренних дел, которые не готовы работать вот в этих схемах. Особенно сегодня, когда 34-процентный социальный налог подвигнул ряд структур уйти в серые и черные схемы. Мы ушли, сделали два шага вперед, мы ушли в 90-е годы. И эти организации, извините, я вам скажу с вами. Я знаю точно, что говорят эти организации, там аргументация совершенно другая, потому что все думают, что все-таки, или все надеются, что как раз ту самую гниль, о которой вы говорите, воров, бандитов будут увольнять из МВД. И именно эти воры и бандиты придут на рынок труда. Вы знаете, я абсолютно с этим не соглашусь. Я думаю, что боятся работодатели. Я тоже не соглашаюсь, да, я говорю, какой есть стереотип в обществе, и вот вы как раз его сейчас развеете. Я думаю, что, Алексей, вы опрашиваете одну часть организации работодателей, а я смотрю на эту ситуацию с другой стороны. И когда беседуешь со своими сотрудниками органов внутренних дел, которые увольняются, кстати, очень многие увольняются сегодня самостоятельно, потому что они получают сразу же оклады по сокращению штата в связи с оргштатными изменениями. И для многих эта сумма денег, она существенна в их жизни. Вторая часть людей, которые увольняются самостоятельно, они не готовы к изменению своего статуса сотрудника милиции, а теперь сотрудника полиции, на сотрудника внутренней службы. Вот для законодателя, для большинства законодателей это не имело принципиального значения. Ну какая разница, будет называться там лейтенант полиции или лейтенант внутренней службы, а для человека, который вырос в этой системе координат, психологически травматично изменить этот статус. И переходили в налоговую, то есть, прошу прощения, в полицию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, чтобы сохранить этот статус. Сложно не согласиться с Алексеем. Вот если мы говорим о чистке, то есть правоохранительная система не только переименовалась табличкой, полиция стала, но и о чистке, что вот она избавляется, как было сказано, от бандитов, коррупционеров, кого там еще, крышевателей, оргпреступности и так далее. Ну то есть, это логичная цепочка. Полиция избавляется. И тогда у работодателя срабатывает этот рефлекс, кто же попадает на рынок труда. Я думаю, что любой работодатель, индивидуально рассматривая кандидатуры, держит в руках личное дело, которое легко проверить. И большая часть вот того негатива, они привлечены к ответственности или привлекаются к ответственности, естественно, они не попадают в число тех, которые принимаются на работу. Но очень много уходит людей, я повторюсь, по состоянию здоровья, ввиду наступления предельного возраста службы, и они интересны. И недаром 40 с лишним процентов желают взять... 45. 45 процентов желают взять к себе на работу бывших сотрудников органов внутренних дел, потому что прием на работу очень сложный. И школа органов внутренних дел — это боевая школа. И, как правило, все-таки это позитивный запас трудовых резервов. А настороженность, она, наверное, будет в каждом индивидуальном случае иметь систему проверки. Если у человека были взыскания, если он имеет характеристику отрицательную или нейтральную, ну, наверное, они, да, будут не востребованы на рынке труда. Ну, просто на уровне резюме, если у человека строчка службы в органах внутренних дел, все, оно идет в корзину, сразу... Да вы что? Конечно. То есть до индивидуального... Вот так категорично, да? В 20 процентах, да? В 32 процентах, да. То есть в 32 процентах потенциальный работодатель даже не будет дальше смотреть? Вот все, он видит строчку, все, это крест... Ну, вот есть... Не представляется вам, что это предвзятое отношение? Ну, знаете, ну, скажем так, мое личное, или мой личный опыт взаимоотношения с людьми из органов внутренних дел, скажем так, тот самый 45 на 32, да? То есть среди моих знакомых есть очень достойные люди, которые работают на совершенно разном уровне, в том числе и низком, в том числе и очень высоком в органах внутренних дел. Но 32 процента это те самые вот... Это тоже из жизни. Да, это тоже из жизни, которые, ну, я бы не стал работать с этими людьми. Ну, я хотела бы подтвердить, что и мой социальный опыт тоже говорит о том, что мне приходилось сталкиваться с сотрудниками недобросовестными. Вот совсем недавно здесь, в Москве, ко мне обратились избиратели, помочь им получить документ, который нужно предъявить в страховую компанию в связи с кражей фар с автомобиля. И почти месяц этот человек не мог получить справку у участкового инспектора, и мне пришлось... Почему? А вот потому, что ему было некогда участковым, потому что он уходил на учебу, а руководитель не организовал работу подразделения таким образом, чтобы была бы замещаемость этого сотрудника. Просто в Лаките вот такое достаточно равнодушное отношение к людям. Конечно, это отрицательный опыт общения с данным сотрудником, и его вряд ли кто возьмет с удовольствием на работу. На самом деле здесь еще какой-то есть момент, что среди тех людей, с которыми те же самые бизнесмены общаются, тоже, наверное, пропорция такая, где-то вот 45% я бы продолжил взаимоотношения, 32% нет, все, с этим дело иметь не буду, а с остальными затрудняюсь ответить. Но просто ведь мы же на дяде Степе все воспитанными. Были. Мы здесь, во всяком случае, здесь сидящие, в этой студии. И, соответственно, некие ожидания, которые мы предъявляем к сотрудникам органов внутренних дел, они все-таки повышены. То есть это вот одно дело на улице бросил бычок кто-то, а другое дело милиционер. Одно дело мат-перемат от бомжа, а другое дело от постового милиционера, а это сплошь и рядом. Одно дело взятку берет чиновник, да фиг ты с ним как бы. Как это фиг с ним? Да фиг ты с ним. Как это фиг с ним? Нет, я сейчас... Все говорят о реакции общества. А другое дело взятку берет тот, кто должен бороться с этим. Если уж они берут, то что ожидать от других? Отношения совершенно другое. Если там обычный чиновник не работает, ну он и не должен работать. А если милиционер не работает, ну как же так? А куда дальше-то больше? Поэтому именно в законе о полиции впервые появляются нормы о кодексе чести полицейского, когда мы предъявляем к ним особо высокие нравственные требования, поскольку они на виду... И вы думаете, сработает? Вот реально сработает? Значит, Юра, сработает, когда в комплексе заработает вся реформа. Буквально вчера мы только одобрили в Совете Федерации закон о социальных льготах и гарантиях, о социальной защищенности, о социальной защите сотрудников органов внутренних дел, который позволит увеличить денежное содержание, вернуть право на жилье по социальному найму, повысить гарантии вдов, а их у нас, к сожалению, очень много, порядка 20 тысяч вдов под патронажем Министерства внутренних дел. И вот закон о полиции, который определил статус полицейского и совокупность прав и обязанностей, новый закон о социальных гарантиях, и сегодня уже в Государственной Думе третий закон о службе в органах внутренних дел в совокупности позволит, наверное, привлекать на работу лучших, наиболее профессиональных и наиболее нравственно-качественных. Нужно, чтобы очередь стояла у отдела кадров в органы внутренних дел. Да, вот смотрите, значит, Валерий из Екатеринбурга пишет 651099,6, код москвы 495, 3w.finam.fm. Это средство коммуникации для вас, уважаемые слушатели, депутат Госдумы России, генерал-майор милиции Татьяна Москалькова, и президент рекрутингового портала superjob.ru. Алексей Захаров у нас сегодня в гостях, говорим о реформе правоохранительной системы. И вот Валерий из Екатеринбурга пишет, пример из жизни сосед-гаишник на стоянке, я вам цитирую письмо, как оно пришло на стоянке, стоял у него Lexus, сейчас Toyota Camry, что раза в три дешевле. На вопрос, где Lexus, он ответил, ушел на переаттестацию. Теперь по-серьезному, Татьяна Николаевна. Я слышал тоже разные истории о том, что переаттестация, она превратилась в некий даже бизнес, где там люди, понятно, не хотят терять работу, они платят вышестоящему начальству. Я вам расскажу то, что я слышал, я не знаю, так это или нет. Если это так, то это вообще ужас, конечно. И вот пример письмо Валерии из Екатеринбурга. Все-таки, по вашему мнению, такие факты есть реально? Когда люди фактически покупают место, отдают вышестоящим или аттестационной комиссии, получается, что там Lexus, не Lexus, но нечто материальное. Я вам честно скажу, что я тоже слышала о том, что либо требуются деньги за аттестацию, либо люди сами платят. Но ни одного конкретного случая, вот в моей практике, когда я просила назвать, а где конкретно кто, не было, не подтвердилось. Ну, наверное... Ну, как вы думаете, это возможно? Я считаю, что в обществе, где есть коррупция, вот такие вещи нельзя исключать по России. И для этого сегодня создана очень серьезная и комиссия центральная, которую возглавляет заместитель министра Герасимов, и ДСБ работает сегодня в повышенном режиме именно для того, чтобы выставить барьеры вот этим уродливым вещам. И очень хочется надеяться, что если такие попытки есть, то они будут прекращены. Хотя я не исключаю, что если общество в целом коррупировано, то такие явления могут где-то быть. Дай Господь, чтобы это не приобрело какое-то масло характер. Знаете, я как-то шел по Праге мимо... Алексей Захаров, я просто объяснил. Да, Алексей Захаров, Суперджок. Мимо Министерства финансов. Так вот, самая дорогая машина, которая стояла у чешского Министерства финансов, это была Шкода. А самая дешевая машина, которую я в тот же самый день, ну, через неделю увидел у нашего Министерства финансов, это было 350-й Мерседеск. Поэтому МВД, это часть... Масштаб, Алексей, разный. Да, это, да, ну, машина у нас нефти больше, все понятно, да. Соответственно... Там какая-то чахлая Европа. Там какая-то, да, бедная страна европейская. Соответственно, МВД же, оно не само по себе, да, но часть общегосударственной системы. Значит, поскольку общегосударственная система, она вот вся такая у нас, о которой мы знаем, ну, мне кажется, что отдельно, конечно, говорить о реформе МВД, ну, можно говорить. Неплодотворно, да? Ну, насчет переименования милиции в полицию... Нет, ну, сделали, сделали. Нет, я на самом деле согласен с переименованием, потому что милиция имеет конкретное правовое определение, да. Полиция имеет также конкретное правовое определение. Все шутят, но обращают внимание не на вывеску, наверное. И вы знаете, уже привыкли. Да, это очень быстро прошло. Все надеются, что... Ну, как, человеку хочется надеяться на лучшее. Ну, хорошо, давайте начнем с МВД, в конце концов, да. Может быть, потом дойдем там до других структур. Вот единственное, с чем я с Алексеем с вами не согласен, когда вы сказали про чиновников. Ну, не работает, нет. Не работает, вон отсюда. Замечательно. Нет, я с вами вот здесь, с этим посылом согласен. Не работает, вон отсюда. Но... Но это происходит. Значит, на моей памяти уже было, как минимум, две административные реформы, которые заканчивались удвоением аппарата. Это правда, это правда. Но, с другой стороны, смотрите. Я послушал цифры, которые Татьяна Николаевна сказала о сокращениях. Я так понимаю, что, ну, реального сокращения, так, чтобы вот, когда наружу, чистка будет, да, нет никакой чистки. Нет, ничего подобного. Все очень аккуратно. Реально есть сокращение. Абсолютно есть. Чистка. Ну, там, 28 тысяч человек на полтора миллиона, это, ну, в общем, так, погрешность с точки зрения статистики. Ну, всего 179 тысяч. Это штатных единиц, скажем, да. Да, но из них половина была вакантная до того, как бы, как в любой госструктуре, 15% заранее вакантная. Которая могла укомплектоваться, но она не укомплектовалась. Ну, которая никогда не укомплектовалась. И 104 тысячи, это, простите меня, 10% немало. Ну, пусть мы даже возьмем, что часть функций ушло из органов внутренних дел по закону о полиции, но объем работы очень большой в оставшихся сотрудниках. Знаете, один руководитель проекта реформы сказал, в Милисейске, говорит, мне из 60 оперов оставили 20, вот и крутись, как хочешь. Вот так. Вы знаете, это тоже правда жизни, но есть и другая правда жизни. Я внимательно слежу за действиями президента. Не только вы, вся страна внимательно следит за действиями президента. Здесь в силу профессиональных обязанностей, да, значит. И то, что он делает, на первый взгляд может показаться, ну, какой-то такой вот небольшой игрой. На самом деле Медведев сейчас делает очень серьезно именно по МВД. Я не буду называть имена тех людей, которые покинули эту систему. Это очень серьезные люди. Я бы сказал, это конкретные люди, но они покинули эту систему. А вот я просто обращаюсь к слушателям. Вы это должны оценить. Это очень сложно. Это не просто вот подписал указ и все. Это политика. А в политике есть определенные внешние и внутренние, прозрачные и темные системы противовесов и сдержек. Тем более представьте такую систему как правоохранительную. Поэтому я принимаю там реплики, когда мне говорят, президент очень медленно делает. Но вот я добавлю, не в части МВД. Вот там он решимо, решительно идет. Посмотрите, по-моему, вчерашний день преподнес нам очередную порцию отставок. Формулировки у всех по возрасту. Я соглашаюсь с этой формулировкой, но там очень серьезные люди уходят. Вот понимаете, я призываю не делать скоропалительных выводов по этой системе. Правду, говорит Алексей Захаров, есть такая проблема. Было 60 по штатному расписанию, а стояли 20. Это правда. Но есть и другая оборотная сторона медали. Тектонические сдвиги, которые необходимо провести. Я вот хочу понять, Татьяна Николаевна, сколько по времени, вот на ваш профессиональный взгляд, эта реформа может длиться? Сколько еще необходимо времени, чтобы, ну, хотя бы на минимальном уровне граждане России уже почувствовали, да, определенные изменения? Очень часто я слышу об опыте Грузии, да. То, что сделал Саакашвили и его команда, действительно заслужит, ну, по крайней мере, изучение, того, что они сделали, да. Я очень внимательно слежу за действиями министра внутренних дел Акурашвили и этой страны. Там ни без проблем и ни без грехов. Но, тем не менее, сдвиг там произошел. Сколько нам потребуется, по вашему мнению? Возвращаясь к Грузии. Часто я слышу это сравнение, но оно некорректно, потому что и территория Грузии, и масштабы вопросов, которые решаются на этой территории, абсолютно несравнимы с российскими проблемами. И мы знаем, что повышение заработной платы почти в восемь раз в Грузии, оно ведь за счет кредитования в целом государства, и знаем из каких источников, мы отстраиваем свою систему. Я верю в то, что она даст положительный результат. Сколько? Но ждать его нельзя завтра, потому что это время для того, чтобы выросло новое отношение к выполнению функций, для того, чтобы появилась система новых технических средств для решения задач, и целый ряд других проблем. Мне кажется, что она начнет результаты давать года через три. Три года. Вот. И я думаю, что это не сильно преувеличено. А вы как, Алексей, считаете? Знаете, я считаю, что на самом деле действительно страна у нас очень большая, и до всякой реформы, и милиции, и полиции, были же регионы, где гаишники не брали взяток. Были? Были. Да. То есть, Глеб, вот от кого это зависит? Это зависит от руководителя, от первого, который в этом регионе не позволяет этого делать. По каким-то там причинам. Соответственно, можно ли добиться того, чтобы в Москве происходило то же самое? Можно, но это же нужна огромная политическая воля. Можно сделать так, чтобы люди не нарушали правила дорожного движения. Слушайте, то есть, другими словами, я сейчас, знаете, я же очень жесткий журналист. Кто ко мне ходит в эфир, знает об этом. То есть, фактически, сейчас вы обвинили начальника ГУВД города Москвы, что у него нет политической воли. Я сужаю и обостряю, да, Алексей? Я могу обострить еще больше, чтобы в Москве побороться с пробками, нужно, чтобы два человека перестали ездить с мигалками. Они не могут перестать. Ну, значит, проблемы не решаемы. Если бы только два. Нет, вот если два будут ездить, как все. Вот в Турции я был, и товарищ дипломат мне рассказывал, что турецкий премьер проехал один раз с мигалкой. Потом он оправдывался полгода, говорил, это не я, это вообще был, я не знаю, кто это был. Перекрытие? Нет, это случай. Мы разберемся, мы найдем, мы накажем вину. Вот вам Восток. Отсюда очень много всего растет. Даже при большом желании Медведева реформировать что-то, ведь эффект золотой табакерки, он известен всем. И Павел I в свое время попытался реформировать. И быстро получил... То, что получил. То, что получил, историю мы все знаем. Поскольку страна огромная, МВД все-таки это структура, у которой есть собственные войска, есть оружие, есть спецсредства. Даже для президента, даже для премьера, даже при наличии желания, нужна очень большая смелость, чтобы предпринять какие-то шаги. Но по вашему мнению, вот эта смелость есть, или пока вот... По моему мнению, в следующие 20 лет политическая элита у нас меняться не будет. 20 лет? Солидно берете так. В предыдущие 10 лет все вектора заданы. А дальше, ну, вот смотрим, куда идут эти вектора. Я бы не так вот поспешно не делал по поводу 20-летия. А я вам гарантирую... Да, я, конечно, тоже не согласна с такими прогнозами. Судя по анализам ситуации, которая у нас складывается и в экономике, и нарастание протестных настроений, свидетельствует о том, что изменения политэлит будет. Я не вижу протестных настроений, достаточных. У нас... А вы просто не погружаетесь в народ, Алексей. Нет, я погружаюсь в народ. У нас очень серьезный, лучший социологический центр в стране. Мы знаем, кто, как, за кого голосуют. Веряю вас, тандем незыблем. Просто вот незыблем. И железобетон. Мы говорим не только о лидерах государства, но и о политических элитах окружающих наших. Я говорю в данном случае о лидерах государства и о том, что они все-таки задают вектора. И вот на ближайшие 20 лет в том или ином виде ситуация... Ну ладно, Путину через 20 лет, 78 лет будет. Замечательно. Значит, следующим президентом будет Путин, потом тоже. А потом, ну, посмотрим. Ну, я не знаю. Вот как вы с чиновниками, очень легко так. Ну, не работает. Вот так же и с этим. Я категорически не согласен. Люди определяют. Вот понимаете, кто бы ни был там... Хотелось бы, Юрий, чтобы это было так. Я, поскольку историю учил, я знаю, что демократии не было, нет, и никогда не будет ни в одной стране. Я, в общем, будущим анархистом не очень понимаю, почему бы нам, в конце концов, не созвать земскую собору. Я понял, почему. И не расставить точки над «и». Так, давай, Алексей, просто противоречите себе. С одной стороны, отсутствие демократии, которая, как правило, порождает протест, да, как история показывает. Чем более тоталитарная система, тем быстрее взрывается она. Поэтому я думаю, что будет найдена какая-то оптимальная политическая ситуация. Хотелось бы, чтобы без взрывов. Без взрывов, да. Очень хотелось бы, чтобы было без взрывов. И надо сказать, что в этом отношении фракции Государственной Думы, они консолидированы. А вы думаете, что с взрывом? Нет, 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 никаких взрывов, никаких революций. То есть 20 лет туда-сюда, первый, второй, второй. Первый, да? Вы знаете, нельзя сказать, что это плохо, да. То есть с точки зрения предсказуемости, для человека главная предсказуемость завтрашнего дня. Вот для бизнеса не очень понятно, куда мы идем, зачем, чего, что будет через 20 лет, что будет с рынком труда. Потому что вот вектора развития страны вот в этом направлении, они совершенно непонятны. Все это модернизация, сколково. Никто не понимает, о чем идет речь, как бы, да. Вот то, что у нас много... Добавься в федеральный столичный округ, да, с новыми постройками. То, что у нас много нефти, то, что у нас большая территория, то, что у нас есть ресурсы. Значит, вот в моем понимании идти вперед, как бы, да, и становиться там мировой державой, это что это значит? Что Норвегия должна покупать у нас установки для глубоководного бурения. Что выход светлых нефтепродуктов из нефти у нас должен быть самый лучший в мире, и весь мир должен у нас закупать технологии. Для этого, да, потому что Господь Бог нам вот это дал, да. И под это нам нужно готовить кадры, как бы, да. Под это переучивать сотрудников, увольняемых, там, увольняющихся из органов внутренних дел из армии, потому что в армии же тоже огромное сокращение, как бы, и мы сотрудничаем с Министерством обороны как раз тоже в этом направлении, информировав людей, куда они могут пойти, как можно себе помочь, да. Как-то вот эта стабильность не устраивает 20-летние. А я думаю, что такой стабильности не может быть, если не будут приняты соответствующие шаги, потому что сегодня очень ситуация нагнетается, и взрывы не исключены, социальные взрывы не исключены. Как все говорят, не будет. Я не вижу. Но вернемся все-таки. Есть недовольство, есть недовольство, но вот на уровне того, чтобы что-то взорвалось, ну, слишком много денег в стране. То есть у нас любой пожар тушится просто деньгами. Это может быть. Деньги из страны утекают со страшной силы. Мы видим, каков вывоз. У нас только на поддержку труда сливается в унитаз порядка 200 миллиардов рублей в год, вот в никуда. Поясните. Да, я бы тоже хотела. Есть программа поддержки рынка труда, которая называется опережающая переобучение. Это по линии Минздравства с развитием? Да, по линии Минздравства с развитием, которая называется «Помощь в организации собственного дела». Да, там по 50 тысяч чего-то там дают. Да, да, да. Значит, ну, вот надо, не надо, ведь чиновнику дали деньги, как бы, а? Надо их распределить. Освоить. Освоить. Не освоить, тебе дадут по башке. Вот их осваивают. Все эксперты говорят, что это слитый унитаз деньги. Не, значит, все рапортуется, все у нас красиво, замечательно. Это полное откровение. У нас программа принята, вы знаете, в феврале, программа МВД, социальная адаптация сотрудников органов внутренних дел, увольняемых в результате проводимых оргштатных мероприятий. И там каждая копейка считается, и каждая копейка тратится на то, чтобы действительно дать новую профессию. Почему-то я, Алексей, верю. Ну, огромное, слушайте, выделяются огромные деньги. Там где-то, не соврать, месяца полтора назад, значит, Жуков приехал, вице-премьер, который курирует программу, там, куда-то в Дагестан, и всем вставил пистоны за то, что они не потратили два с чем-то там миллиарда вот по этим. А может быть, вы нас просветите тогда по программе МВД социальная адаптация, а какие деньги выделены кому? Вы знаете, я вот по программе МВД социальной адаптации не владею ситуацией, как бы, ну, поэтому... Но в целом по линии, значит, 200 миллиардов, в стране деньги на то, чтобы переобучать людей, на то, чтобы их переселять, они не востребованы. То есть вот деньги, которые выделялись на переселение, люди просто не приходили, их не брали, их не могли раздать. Деньги, которые выделяются на создание собственного бизнеса, они, конечно, раздаются 100 тысячам, как бы, да? Потом по телевизору показывают... Но люди просто об этом не знают, что они имеют право на переселение, переобучение. Все люди знают, просто... Чем проблема? Проблема в том, что за 50 тысяч невозможно начать собственный бизнес, ну, никак, даже маленький, особенно с учетом той... Даже в провинции. Да, в провинции, с учетом той... Вы должны представить бизнес-план, там, еще что-то, еще... Все, нереально, как бы, да? Потом показывают, значит, по телевизору, как счастливые, безработные организовывают собственный бизнес. А все попытки их найти, тех, кто организовал собственный бизнес, вот эти 100 тысяч, ну, покажите, хоть, не знаю, там, 50, да, фамилии, там, или сестра. Мы сейчас договариваемся, я поясню для слушателей. Если нужно для того, чтобы, значит, людей адаптировать, можно пойти в Минздравство с развитием, в Роструд, и просто войти в их программы, потому что, ну, там много денег, очень много денег. Вернее, сейчас вот 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm, давайте пообщаемся со слушателями. Но я хочу просто очень коротко сказать, мы сейчас ведем переговоры с Министерством социального развития и здравоохранения, у нас там есть общая точка о соприкосновении, значит, они попросили меня направить вопросы. Татьяне Голикова, я их направил, пока они молчат. Пока молчат, я вас буду информировать, уважаемые слушатели. Вот как только эфир будет, да, значит, вы поймете, что они отказались от молчания. То есть, со своей стороны, я выполнил все. Направил вопросы, предложил график, любой день, время, встреча здесь, встреча там. Согласитесь, Татьяна Голикова, будем признательны. Не согласиться, значит, вас проинформируем. Так, ну теперь давайте повернемся к теме и то, о чем пишут наши слушатели. Владимир из Петербурга. Добрый вечер, позавчера ехал на работу на своей машине, позади меня ехал. Сотрудник ДПС, подъезжая к перекрестку, я заметил, что зеленый сигнал светофора начал мигать. До включения красного осталось две секунды. Подавать газку, чтобы подскочить, подскочить перекресток я не стал, так как на перекрестке раздолбаны трамвайные пути. Жалко подвеску. Очень подробное письмо, да? Я остановился. И смертный полицейский выругался на нашего слушателя Владимира из Петербурга в громкоговоритель. Включил проблесковый маячок, объехал мою машину по встречной полосе. При этом он пересек двойную, сплошную. Проехал перекресток на красный свет по встречной полосе, остановился в нужном ему месте за перекрестком. Вопрос, как этот сотрудник прошел переаттестацию? Ну, будем надеяться, что он, наверное, преследовал преступника, которого надо было задержать. Или выезжал по вызову. Ну, к сожалению, мы сплошься рядом, каждый день такое видим на улицах Москвы. Поэтому, ну, что тут говорить? Ну, надо сказать, что все-таки милиции дано право... Переаттестованные? Как вы думаете? Дано право при включении проблескового маяка двигаться, и в том числе с нарушениями. Все-таки большая часть их выполняет свои задачи и функции. Должны работать в режиме скорой помощи. Безусловно. Да, ну, значит, действительно, Алексей тоже прав. Буквально вчера я... Ладно, я не хочу об этом даже говорить. Нет, я по-другому поступаю. Понимаете, у меня есть возможность, как у журналиста, есть возможность позвонить, да? И, в общем-то, я два раза так сделал. Два раза наказали. Реально наказали. Потому что я позвонил тем людям, которые не напрямую отвечают, да? Но это же система. Они позвонили тем ребятам, которые непосредственно их начальники. Ну, вот видите, работает же система контроля. И больше подрезаний таких я вот уже не наблюдаю. Работает произвол, конечно. Да, потому что, к сожалению, это не по закону, а именно по понятиям. 65 10 99 и 6, www.finam.fm. Добрый вечер, алло. Добрый вечер. Да, здравствуйте, как вас зовут? Зовут меня Алексей. Да, Алексей. Вот на тему переатестации, на тему зарплаты. У меня буквально на прошлой неделе случай такой произошел, что я предприниматель. Вот, да, у меня бухгалтер моя, вот, по банк-клиенту украла деньги. Угу. Большую сумму за счет предприятия. Да, я, конечно, побежал в полицию, да, писать заявление. Я написал это заявление, у меня принял его, вот, оперуполномочный в САУ. Вот, БПСАУ, так? Так. Вот. При том, что вот он меня просто принял, это было в 8 вечера, он там сидел с девушкой, переписывался по скайпу. В общем, никак... Был занят. Был занят, Алексей, да. Вот, он занят, да, был. Так вот, вот, он мне принялся заявление, прошла неделя, ни одного действия не совершено. Я за это время, вот, сам нашел, куда перевели деньги, как перевели деньги. Я сам вернул, вот, эти деньги. То есть, вот, единственное, что мне отвелось в полиции, это просто, значит, потому что я входил в заявление в полицию, это придавало вред моим словам. И все. Все остальное я делал сам, да. Это вопрос, что так, когда на плохо, мы бежим в милицию. Мы бежим в милицию, но решаем свои проблемы потом сами, да, там, через друзей, знакомых. Да, мы пишем какие-то заявления, еще что-то, просто для придания, как бы, ну, официального статуса в своем действии. Вот, да, и это, да, не где-то происходило в деревне, это был ОБЦАО, да, то есть, вот, вот реальная ситуация. Да, спасибо, Алексей. Ну, такая история, да. Ну, таких историй мы все, опять же, много знаем. 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm, ваши реплики, вопросы, комментарии. Да, Павел пишет. Мой друг работает участковым в Москве, по его словам, в основном вопрос оставить или уволить сотрудника решается руководителем подразделения полиции. Увольняются честные люди, с которыми начальство просто не сработалось, ввиду разных причин, а не по профнепригодности, коррупции и тому подобного. И апеллировать при этом никому. Вот и вся реформа. Тяна Николаевна, что скажете? Есть недовольные, есть действительно жалобы, но у нас есть центральная комиссия по изучению и разбору таких конфликтных ситуаций. А вы считаете, есть шанс у человека обратиться в эту центральную комиссию, если его незаслуженно уволили, сократили? Безусловно, есть шанс, есть шанс на восстановление и в комиссии, и в суд. Суд имеет право рассмотреть вопрос объективности. И если при двух равных выбор был сделан не в пользу сотрудника, который работает лучше, качество работы, имеет более высокую квалификацию, образование и прочее. Да, конечно, и суды восстанавливают сотрудников, и наша центральная комиссия, и комиссии, которые созданы в 83-х субъектах, тоже работают и подправляют такие случаи. Но это же не проблема МВД, но все время может возникать и в обычной коммерческой структуре конфликт подчиненного и начальника, руководителя. Всегда руководитель найдет способ. Для этого подчиненного нет центральной комиссии, кому апеллировать. Да, и на самом деле, вот я ругал Минздравство с развитием, да, но я их хвалю, потому что есть трудовые инспекции, которые подчиняются тому же Минздравство с развитием, Роструду, и они работают замечательно у нас. Да нет, на самом деле, проблема этого министерства, его надо делить. Его надо делить, они создали суперведомство, и к чему это? И здравоохранение, и социальная защита, и труд, и все уже понимают, что надо делить это министерство, я надеюсь, что это произойдет. Игорь пишет, ничего не изменилось. Как ехали в 6 часов на некоторые ДТП, как ехали 6 часов, да, продолжительность времени, на некоторые ДТП, так и едут. Как игнорируют ночью обращение по поводу пьяных дебошей во дворе, так и продолжают. Как затягивали выдачу документов для страховой, намекая на вознаграждение, так и сейчас делают, кстати, вот с этой... Вот то, что я как раз приводила пример. Да, надо было сначала отсев сделать, проверив физподготовку, потом знание законов, потом имущество семей. Сокращение было бы не на 22%, а на 52%, пишет Игорь, и зарплату повысить им. А они переименовали, растянули переаттестацию, дав огромный простор для взяток, и ничего не изменилось. Только деньги зря потратили. На самом деле, как раз вот то, о чем говорит данный товарищ Игорь, и имеет место быть и повышение заработной платы, возвращение социальных гарантий, и повышение контроля и требовательности к полиции. Единственное, что результаты не могут наступить моментально. Нужно время для того, чтобы изменить всю систему с ее ментальностью и с ее проблемами. Но, к сожалению, вот все-таки есть и случаи, когда по формальному признаку, если бы не было этой реформы, может быть, эти люди продолжали бы работать, которые по возрасту сейчас увольняются для того, чтобы освободить места для молодых. Нам очень важно все-таки сохранить преемственность поколения, передать традиции, обучить молодых людей тому, что они никогда не прочитают в учебниках. Это только за счет собственного профессионального социального опыта. Вот здесь очень важно, чтобы действительно объективно проходила аттестация и сохранялись люди не по формальному признаку, а по существу. Знаете, мне даже как-то резонули ухо слова господина Нургалиева, министра внутренних дел, когда он сказал по поводу полных, тучных людей. Нет, я прошу прощения, надо читать в контексте его. Он же потом далее говорит, что... Масса американских копов имеют достаточно тучное телосложение, но стреляют они очень метко. Вот, понимаете, для них это не проблема. А вот смотрите, совершенно случайно у меня под руками как раз продолжение этого высказывания, что если сотрудник, несмотря на свой вес и конструкцию в целом соответствует предъявляемым полицейскому требованиям, то шансы пройти аттестацию у него есть. А, вот полная фраза, да? Все-таки я хотел, чтобы вы из контекста не вырывали слова министра. Да ладно, я-то не вырываю, но коллеги-то уже давно вырвали это. Но просто на самом деле, мне кажется, физподготовка, это, конечно, безусловно, знаковый вопрос, но для меня более знаковый вопрос это право применения, это знание закона, это соблюдение закона. Ну, конечно, если этот человек оперативной деятельностью занимается, ну... Ну, пусть следователь будет толстым, с двумя подбородниками. Без разницы, да. Но если он может расследовать, это уголовное дело. Конечно, если у него тяма работает, вот почему не оставить его? Конечно, если этот эксперт может выдать экспертизу высочайшего качества, но все-таки давайте отдадим предпочтение ему, независимо от того, что он потерял свои... Точные или нет. ...свои привлекательные мужские формы. 65 10 99 6, 3w.finam.fm. Алло, добрый вечер. Выключайте, приемник и представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Михаил, хотел бы сказать свое мнение. Да, если можно, это лаконично, у нас не так много времени. Да, конечно. Просто по поводу взяток в повседневной, скажем так, работе, да, безотносительно аттестации, мне кажется, человек, который привык их брать, несмотря на повышение зарплаты, которая в любом случае, я думаю, не перекроет тот объем, который он зарабатывает поверх зарплаты, и социальный пакет, который в нашей стране на данном этапе все-таки зависит от того, сколько человек получает. Да, если у него достаточно денег, он может там расширенку в школу, в садную институт, куда угодно устроить, и пенсию себе обеспечить и так далее. Это не будет стимулом. Соответственно, на мой взгляд, те люди, которые брали взятки, они, во-первых, останутся и остались, и будут также продолжать делать, просто будут называться по-другому. Михаил, окей. А те, кто не брал, они... А что дальше? Ну вот эта констатация. Дальше что? Вы согласны вот с этой системой координат? Я думаю, нет. Вот дальше что тогда? Нет, не согласен. Тут вопрос в том, что вот каким-то преобразованием, переименованиями отдельных ведомств, отдельных там управлений и так далее, проблему не решить. Когда у нас руководство страны будет в первую очередь озабочено развитием страны, а не собственным обогащением, тогда, может быть, что-то будет делать, и без всяких переименований, переаттестации и так далее, от этого можно будет избавиться. Если будет именно воля, именно желание... Михаил, ну вот как раз мы и говорим о том, что не только одним переименованием завершилась или завершится реформа, а она включает в себя огромный комплекс мер, в том числе связанных с повышением заработной платы и усилением контроля за деятельностью сотрудников внутренних дел, как со стороны общества, так и со стороны ведомств, так и со стороны прокурора. И вот Грузия, от которой мы хотели откреститься, все-таки это тот пример, пусть в менее масштабе, когда резкое повышение заработной платы и повышение уровня контроля привело к хорошим результатам. И Грузия сегодня вздохнула от коррупции. Кроме всего прочего, по-моему, еще абсолютно всех уволили и всех новых наняли. — Не всех. — Не всех? — Не всех. Там действительно прошло такое масштабное сокращение, но не всех. У меня просто была серия эфиров по Грузии, и сейчас еще предстоит, да. Мы достаточно подробно рассказываем. У нас, к сожалению, время закончилось, но я просто обязан ответить Василию. Он мне написал, значит, следующее. Вы упомянули про хороших мужиков. Я тоже имею несколько примеров, в частности, начальник УВД, который покрывал бандитов. Когда власть в регионе поменялась, то он спокойно ушел на отдых. Теперь его соседи спокойно с ним общаются, а многие даже называют хорошим мужиком. Так вот, вы в работе своих знакомых, хороших мужиков видели. Василий, значит, я вам могу сказать. Вот у меня есть очень близкий для меня человек, старше меня значительно по возрасту. Он дослужился до очень больших высот в правоохранительной системе. Сейчас он вышел в отставку, официально не работает в МВД, при этом он генерал. Так вот я вам хочу сказать, этот человек в свое время потерял сына и потерял зятя. Они выполняли свои обязанности. Они были сотрудниками правоохранительной системы. Они разбирались с конкретной преступной группировкой в 90-х годах. Поверьте, этот генерал мог обезопасить своего сына вообще от всего. Он этого не сделал. И все знали в Министерство внутренних дел, что к нему заходить с чем-либо невозможно, просто по факту. Выйдешь в наручниках. И к нему никогда не заходили. Поэтому я знаю вот этих конкретных мужиков, да, и конкретного человека, который потерял сына и зятя, которые выполняли оперативное задание. У него внук пошел сейчас в систему МВД. Сам он его отговаривал. Не иди. Внук вот такой же упертый, как и дед. Пошел. Поэтому, знаете, всех под гребенку давайте не будем. Есть козлы. И никто это не скрывает. Их пытаются выкорчевывать. Есть проблемы. Но есть те мужики, которые реально выполняли свои задания и выполняют. Всем спасибо. До девяти вечера. До сухого остатка. Спасибо вам. Всего доброго.